Всем большой привет! Уже выходим на финишную рассадную прямую. Осталось совсем немного. Чем лично я занимался на этой неделе, расскажу в этом выпуске. Начну с подкормок. Вся рассада требует хорошего питания. Активно нарастает зеленая масса, поэтому раз в 7-10 дней подкармливаю рассаду под корень. В этот раз я использую жидкое удобрение на основе конского компоста. Удобрение сбалансированное по своим питательным элементам. К тому же в нем есть природный стимулятор роста, что в данный момент поможет наращивать хорошую корневую систему. Удобрение при этом очень экономно расходуется. 2,5 мл на 2 л воды. В этом сезоне все культуры сажал позже обычных сроков. Но рассада догоняет по размерам рассаду прошлого года. Удобрение называется «Био-универсальное» от компании «Фаско». Его я уже встречал во многих садовых магазинах. И кстати, хорошая новость. Компания «Фаско» выпустила биогумус отличного качества по приемлемой цене. И уже он появился в садовых магазинах. Самое время посеять на рассаду астры, любимые многими цветы. А еще лучше попробуйте посеять новинки – хризантеллы. Селекционерам удалось совместить качество и стойкость хризантемы и очарование астры. Грунт для посева нужен качественный, рыхлый, богатый по составу. Ведь астры будут расти в контейнеры без пикировки. Распикирую их сразу в открытый грунт. Если нет времени готовить грунт самостоятельно, воспользуйтесь качественной готовой почвосмесью. Я использую биогрунт «Плодородная земля». Итак, хризантеллы сею в неглубокий контейнер со сливными отверстиями. Будет неплохо на дно насыпать крупного вермикулита или перлита, чтобы влага не застаивалась и корешки не подгнивали. Сею семена достаточно густо и присыпаю грунтом с таким расчетом, чтобы они оказались на глубине 5-8 миллиметров. Если семян зайдет много, то сделаю прореживание. В грунт буду высаживать, когда минует угроза заморозков. На этой неделе нужно не забыть прищипнуть макушки рассады петуний, тем самым простимулировать рост боковых побегов. Если вы сеяли итальянские гибриды от агрофирмы «Партнер», то, скорее всего, прищипка не требуется. Они и сами прекрасно кустятся. Еще на прошлой неделе нужно было распекровать сельдерей. Не хватило времени. Хоть он и любит тесное соседство со своими сородичами, но это только поначалу. Пора им набирать зеленую массу в отдельных стаканах. Сажаю сельдерей, заглубляя до семидольных листьев. Это не даст растениям падать. Если грунт не обеззаражен, после пересадки полейте грунт водой с добавлением препарата «Биозащита от болезней Биокомплекс БТУ». Бактерии справятся с любой инфекцией. Заодно пересадил очередную партию рассады клубники, которая уже подросла. Ее также заглубляю до семидольных листочков. А еще на этой неделе распекировал по отдельным стаканам объемом 400 миллилитров гелиотроп. Рассада получилась хорошей, но засиделась в тесном кашпо. Пора предоставить им отдельные квартиры. Заглублять, кстати, гелиотроп не нужно. А еще распекировал стахис. Тоже уже пора рассаде предоставить отдельные стаканы. Кто-то стахис считает сырником, поскольку он быстро разрастается и заполоняет все в округе. Ну и зря, друзья. Это очень красивое растение, к тому же со съедобными корнями. Клубинки стахиса по вкусу напоминают спаржу и очень питательны по своему составу. Вам может показаться странным, но и элементарную петрушку тоже можно посадить на рассаду. Вот эта петрушка в прошлом сезоне была выращена через рассаду. Посеял всего две кассеты по шесть ячеек. Просто не знал, куда девать ее. Все лето мы ее кушали, раздавал родственникам и заморозил. К тому же, посеяв петрушку на рассаду, вы получите урожай гораздо раньше, ведь ароматной листвы уже хочется в начале сезона. Теперь я каждый сезон петрушку выращиваю именно так. Сею в кассеты с ячейками, присыпаю семена на полсантиметра. К началу мая рассада подрастет и отправится на грядки. Отличные гибриды, которые уже не первый год выращиваю, это кудрявая астра и листовая реалта от агрофирмы Партнер. Двигаюсь дальше и постригу рассаду лука и парея и репчатого. Не даю ему расти более 15 сантиметров. От этого он будет только крепче. Калы и бегонии уже пора сажать на проращивание. Клубни бегоний можно заглубить только по так называемые плечики, полностью грунтом не засыпаем. Молодые стебли могут подгнить. Если почки проснулись, то будет легко понять, какой стороной сажать. Если же нет, то сажайте выпуклой стороной вниз. Сторона с углублением – это верх. А вот клубникал, которые стали очень популярными горшечными растениями, можно заглубить на один сантиметр. Чтобы получить пышно цветущие кусты, лучше посадить по три клубни в одно кашпо. Сейчас для проращивания достаточно двухлитрового горшка. В них я сажаю по три клубни одного сорта. Шикарный посадочный материал многолетних растений есть в интернет-магазине Агрофирмы Партнер. На сегодня у меня все. Вместе с вами работал Виталий Декобрев. Подписывайтесь на мой канал в YouTube и добавляйтесь на мою страницу в Instagram Декобрев Клуб. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи!